В эфире новости на девятом канале в студии Анна Семенова. Здравствуйте! Атаки ВСУ на Белгородскую область не прекращаются. Под ударом украинских дронов снова Шибекина. Сегодня ранения получили три мирных жителя. Все они самостоятельно обратились за медицинской помощью. В результате атак БПЛА посечен фасад торгового объекта. Выявлены повреждения в одной из квартир многоэтажки. Пострадали еще два дома и автомобиль «Газель». Есть обрывы на линии электропередач. Без света осталась часть города. А минувшей ночью ВСУ с помощью БПЛА атаковали село Графовка Краснояружского района. Взрывные устройства из беспилотника сбросили на частный сектор. В результате полностью сгорели два автомобиля. Также повреждения получили два домовладения. Выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Сегодняшнего дня в девяти районах Белгородской области мобильная связь стала бесплатной даже при отрицательном балансе. Такое решение принято из-за введенного в регионе режима ЧАЭС. За услуги мобильной связи и интернет они будут платить жители Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Краснояружского и Равинского районов, а также Валуйского, Волоконовского, Грайворонского и Шебекинского городских округов. Отмена платы касается и входящих звонков. Также жители Белгородской, Курской и Брянской областей, регионов которых с 9 августа действует режим контртеррористической операции, освободили от уплаты госпошлины при утрате документов. Оформление новых при этом станет быстрее. Такое решение объясняется необходимостью жителей приграничных регионов постоянно иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и предъявлять их по требованию сотрудников полиции. 20% белгородских школ из-за обстрелов ВСУ с нового учебного года будут работать в дистанционном режиме. Это касается приграничья, там где наиболее напряженная оперативная обстановка. В остальных 437 школах планируется, что учеба будет очной и очно-дистанционной. Решения по проведению торжественных линеек 1 сентября будут принимать в зависимости от ситуации. 26 тысяч педагогов к началу учебного года пройдут обучение по оказанию психологической помощи детям. Операция 5.0 в Старооскольской окружной детской больнице 5 лет назад освоили высокотехнологичные операции на коленном суставе. Для восстановления поврежденных сухожилий и связок больше не требуется открытое хирургическое вмешательство, достаточно небольших проколов и артроскопа. Наши хирурги единственные в Черноземье владеют такой методикой, поэтому маленькие пациенты приезжают в Старооскол не только со всей Белгородской области, но и с соседних регионов. 17-летний Вадим Боев – футболист-любитель в команде села Солдатское. 7 лет на поле прошли без серьёзных травм. Но месяц назад неудачное падение привело к разрыву крестообразной связки коленного сустава и мениска. Юноша сразу обратился в Старооскольскую окружную детскую больницу, а сегодня готовится к высокотехнологичной артроскопической операции. В принципе, в курс дела ввели, не волнуюсь. Сказали, не волнуйся, всё пройдёт хорошо, и всё, меня это успокоило. А вот 14-летняя Ангелина из Красненского района уже ждёт выписки после такой же, успешно проведённой операции. Пыталась на самокате, и так неудачно получилось, что я упала. Сначала я ездила в Алексеевку, но мне сказали, что у меня просто ушиб. Потом я съездила в Красное, меня направили сюда. Ну, сейчас более-менее нормально. Разрывы крестообразных связок коленного сустава, как передней, так и задней, случаются довольно часто, особенно у спортсменов. Из-за постоянной нагрузки они изнашиваются, а резкие остановки при беге или неудачное падение приводят к серьёзным травмам. В чём особенность передней крестообразной связки? Она удерживает голень от смещения впереди. Рывковой нагрузки бег в критический момент, у неё просто связка не работает, и рецепторы не раздражаются. Нога провалится, она слипит, упадёт. Если раньше подчинить разорванную связку можно было только при открытом хирургическом вмешательстве, то сейчас доступна медицина совершенно нового уровня. И в Старо-Скольской окружной детской больнице для этого есть и оборудование, и специалисты-профессионалы. Операция выполняется без разрезов. Через маленькие проколы длиной 1-2 сантиметра вводится ортроскоп – оптическая часть камеры. Она выводит на монитор сустав изнутри. Хирургическое вмешательство проходит с минимальным повреждением окружающих тканей, что ускоряет реабилитацию пациента. Длинные новооперцовые мышцы и ассистема кашляпа дотавливает его для простой герц. У пациента есть две короткие и длинные новооперцовые мышцы. И исследования, проведённые нашими коллегами, в основном, это китайская методика, показывают, что забор вхаживания рапплантата длинной мышцы не влияет на функцию ходьбы. Такие операции в Старооскольской детской больнице проводят уже пять лет. Уникальность не только высокой технологичности, но и в том, что наши врачи их делают постоянно. В неделю минимум две. Техника полностью освоена. Старый оскол в этом плане – единственный в Черноземье. В ближайших регионах медики не имеют такого опыта. Поэтому родители из нашей и соседних областей смело доверяют своих детей старооскольским врачам. «Операции малоинвазивные, они современные. У нас самое современное оборудование экспертного класса. Мы можем, допустим, похвастаться инструментом, который уникальный, в принципе, для всего Черноземья. Есть только у нас. У нас есть инструмент для забора сухожилий четырехглавой мышцы бедра. Сейчас процесс настолько уже стоит на конвейере, на потоке. И самое главное – пациенты, которые раньше ездили в федеральные центры оперирующихся – Москва, Санкт-Петербург – сейчас они оперируются у нас». После операции маленькие пациенты надолго в больнице не задерживаются. Их выписывают на вторые и третьи сутки. Дома они сразу пробуют ходить с помощью костылей. А через полторы-две недели твёрдо встают на прооперированную ногу. А уже через шесть-девять могут вернуться в спорт. Анастасия Проурдина, Евгений Левошко, Елизавета Очкасова, 9 канал. Младенцы-богатыри родились в Белгородской области. В обществе в Староскорском округе появилась на свет девочка весом 6 килограммов – 330 граммов. Малышку назвали Александрой. А в Шебекинском округе родился мальчик весом 5 килограммов – 400 граммов. Ему дали имя Дмитрий. Об этом сообщают белгородские ЗАГСы. А всего за две недели августа в регионе зарегистрировано 266 рождений детей. Девочек на две больше, чем мальчиков – 134 против 132. Большинство августовских родителей стали мамами и папами в возрасте 30-35 лет. 15 женщин в возрасте 40 плюс 1, папа – 60 плюс. А в многодетных семьях Белгородчины с начала года родились 1083 малыша. До конца лета еще две недели провести их с пользой предлагает спортшкола «Золотые перчатки». Здесь организовали бесплатные занятия по обучению плаванию младшеклассников. До 30 августа планируют научить держаться на воде почти 250 мальчишек и девчонок. На этой неделе в бассейне плавают ученики 28, 33 и 40 школ. Многие из этих детей до прихода в бассейн не просто не умели плавать, а еще и боялись воды. В их числе и Василиса Елизарева из 28-й школы. А сейчас, признается, четвероклассница не хочет выходить из бассейна. За пять дней она уже многому научилась. Я сейчас плаваю очень хорошо, а когда я сначала пришла, я чуть-чуть не умела плавать. А сейчас уже и могу и в глубину, и не в глубину плавать. Мы изучали, как звездочкой плавать, как на спине плавать. Очень разных много. Как рыба в воде теперь и первоклассник Денис Руиз. Юный плавец за пять дней научился не только хорошо держаться на воде, но нырять и выполнять разные упражнения. Кроме этого, в бассейне он встретил новых друзей, которые не бросят в беде. Мальчик, я с ним еще дружу, но я забыла сказать, как его зовут. Я когда вот тут вот плыл, у меня ноги устали. Он мне протянул руку, я его взяла руку, и он меня к бортику потащил. Папа Денис и Максим, услышав о программе «Плавание для всех», сразу решил привезти сюда сына. Абсолютно бесплатно, в удобное время и под присмотром профессионального инструктора. В восторге и сын. У ребенка буря эмоций. Инструктор очень внимательный, но и очень требовательный. Бассейн хорошо оформлен, соответствует всем нормам. У ребенка только самые лучшие впечатления от участия в такой программе. Он не умел плавать до того, как началась эта программа, но мы походили буквально 4 дня, и ребенок поплыл, по-настоящему поплыл. За время проекта 2,5 года на базе спортшколы «Золотые перчатки» плавать научились 4000 старооскольских школьников, набирая чаще всего детей начальных классов. Если ребенку больше 10 лет и не умеет плавать, то для записи в группу родителям необходимо обратиться к руководству общеобразовательной школы. Занятия проходят с тренерами спортивной школы, проводятся, на которых детям рассказывают, определяют. Первое – это, конечно, не бояться воды. Второе – учиться пооружаться под воду и приобрести навыки плавания, как на спине, так и другими видами. В основном мы, конечно, нацелены на то, чтобы дети, которые не умеют плавать, приходили, чтобы мы обучали, чтобы те навыки, которые даем мы им, чтобы в дальнейшем им пригодились и они их развивали. Участвуют в проекте и сельские ученики. Перечень школ округа, которые попадут в проект «Плавание для всех» в этом учебном году пока еще в стадии разработки. Лилия Емельянова, Александр Савин, Илья Самсонов, 9 канал. На этом наша программа завершена. С прогнозом погоды вас познакомит Анастасия Проурзина. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. До встречи на 9 канале и хороших вам выходных. Анастасия Проурзина. Магнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление выше нормы. 747-749 мм. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова